Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Кризис на лунный месяц подходит к концу. Совсем скоро откроются новые возможности, а многие накопившиеся проблемы уйдут в прошлое. В это время важно заложить основы для будущих успехов, используя различные варианты. Впереди нас ждет самый приятный период в году, так что пришло время встряхнуть с себя прежние заботы. Переодеться в летнюю одежду и вспомнить о том, как улыбаться от души. Чтобы как можно легче проскочить между всеми ловушками, которые в конце мая расставит луна, будьте очень внимательны к различным мелочам. 22 мая произойдет новолуние под знаком Тельца, который символизирует созидание, рассудительность, материальный успех. Это будет очень важный день в году для материального и духовного благополучия многих людей. 22 мая случится мощный всплеск энергии. Поэтому будущий лунный месяц будет предназначен для начала перехода новой главы в вашей жизни. Телец – неторопливый знак, который ценит комфорт, удовольствие и стабильность. Поэтому не стоит ждать быстрых результатов. События будут развиваться медленно, но систематично. Благодаря энергии, настойчивости и опрянства, которые принесет новолуние, удастся распланировать жизнь на ближайший месяц так, чтобы осуществить свои цели. Ключом к успеху являются последовательные действия и отказ от спешки. 22 мая новолуние в Тельце повысит уровень чувствительности и способность считывать людей и ситуацию. Новолуние под эгидой Тельца – положительный период, который стоит посвятить личным целям и приятным занятиям. Благодаря мощной энергетике этого знака у многих появится возможность начать новую главу своей жизни. В этот день очень хорошо работает закон притяжения. Ни для кого не секрет, что позитивные мысли привлекают позитив, а негативный – негатив. Все в жизни последовательно и почти все подчиняется определенным законам мироздания. Именно 22 мая притяжение позитивных мыслей поможет изменить вашу жизнь и начать притягивать счастье и удачу к себе. Вселенная полна разнообразных законов, которые следует исполнять. Закон притяжения показывает, насколько важно мечтать и думать о чем-то хорошем, верить в себя. Все, о чем вы будете думать 22 мая, обязательно у вас сбудется. Если вы себя сильно будете мотивировать мыслями, то счастье придет достаточно быстро. Нужно только дождаться этого дня и создать для себя правильные аффирмации. В этот день вы можете себя настроить на позитив, на счастье и изменить свою жизнь к лучшему. Для этого вам надо будет в течение дня говорить определенные слова. Я благодарю Вселенную и получаю от нее максимум позитива. Мои мысли помогают мне сохранять удачу при себе. Я в себя верю, я счастлива. Я принимаю любое изменение в своей жизни и извлекаю из него максимум. С каждым днем моя жизнь становится лучше. Я магнит для счастья и добра. Вот эти слова вы можете в течение дня повторять и не один раз. 22 мая в этот день вы можете получить то, о чем давно мечтали. В течение дня вы должны взять три лавровых листа. Они должны быть ровные, они должны быть целые. На каждом листочке вы должны написать то, о чем вы давно мечтаете. Свои желания вы должны писать в настоящем времени. Ну, например, крепкое здоровье, новая машина, счастливая жизнь, веселая свадьба, взаимная любовь. В этот день вы можете исполнить три своих желания. После того, как вы написали на каждом листке свое желание, вы эти листы должны сжечь. При сжигании вы должны сказать такие слова. Вода лейся, огонь гори, земля держись, воздух вертись, что задумала, свершись, да будет так. После того, как вы все свои три листа сожгли, пепел выпускаете по ветру. Таким образом, вы даете посыл Вселенной, и она обязательно именно в этот день исполнит ваши желания. Субтитры создавал DimaTorzok